Здравствуйте, друзья! Готовится наезд на тех, кто приехал в Соединенные Штаты и пересидел, как бы передержал тот срок, который ему в визе был указан. Обычно это 6 месяцев, там на гостевых визах, на бизнес-визах. И среди многих направлений борьбы с теми, кто нарушает иммиграционное законодательство, вот теперь идет кампания против вот этих. Это не так просто все сделать технически, потому что на самом деле учета особо нет. Так много разных источников, в которых есть информация, и вот даже когда пытаются что-то свести вместе, всегда чего-нибудь не хватает и что-то вместе не сводится. Например, есть данные о том, что в 2017 финансовом году где-то 606 тысяч человек, 606 тысяч человек перестояли, вот этот срок, вот эти 6 месяцев передержали. Это не значит, что они все ушли в нерегалку. Ну, кто-то там через пару месяцев все равно ушел, ну, просто передержал. Там даже забавно, знаете, там по странам есть 100 тысяч почти из этих 600, это вообще канадцы. Ну, он просто забыл. Ну, там где-то он тут болтался, я не знаю, просто забыл. Ему хорошо было, он не помнит. А 45 тысяч из Мексики. Но дело в том, что эти данные, вот фишечка в чем, эти данные учитывают только тех, кто прибыл в США по морю или на самолете. Те, которые пересекли границу сухопутную, про этих ничего не известно. То есть они как бы не входят ни в какую статистику. То есть, может быть, допустим, из тех, кто через мексиканскую границу перешел, например, официально. Вот, может быть, там к тем 45 тысячам, может, еще 150. Мы не знаем, просто никто не знает. Ну, вот есть какие-то такие оценки, вот как, да, понятно, в каком мы состоянии находимся. Идет уже несколько лет борьба за то, чтобы ввести биометрическую систему. И такую, да, то есть, уже не знаю, как она там будет это все отмерять. Но, во всяком случае, появится как-то один показатель, по которому всех людей будут отслеживать, что они приехали и они уехали. Просто сейчас, например, это сложно. Я думаю, что существенно там к этому добавляет и программа work and travel, когда молодняк со всего мира съезжается и потом уезжать обратно не хочет. И так потихоньку легализуется через политубежище, через брак. И вы можете сказать, а чего действительно? Ну, и пусть бы себе легализовывались там через брак, через политубежище. Кому мешают молодые люди? Особо никому не мешают. Ну, как бы общий бардак. Общий бардак такой. И, надо сказать, что 40% нелегальных иммигрантов, которые в стране находятся уже достаточно долго, считается, что их 11 миллионов. Некоторые вам сказали, что их 18, что их 35, что они все не просчитаны. Это тоже, возможно, так и есть. Мы не знаем, правда. Ну, вот как бы есть цифра, на которой все официально сошлись. Вот эти 11 миллионов. И из 11 миллионов 40%, 40% это люди, которые въехали легально. То есть, грубо говоря так, вот это вот пересиживание своей визы по срокам, это очень существенный такой вкладчик, контрибьютор, как у нас говорят, в дело нелегальной иммиграции. То есть, люди сначала просто свою визу пересидели, а дальше уже там, значит, и вовсе стали нелегальными иммигрантами. В чем я вижу некоторые осложнения здесь, для тех, кто смотрит наш канал, например. У нас своя аудитория, и среди наших зрителей есть какое-то количество людей, которые интересуются политическим убежищем. И там получается такая история, что для того, чтобы подать на политическое убежище, народ специально дожидается такого момента, когда виза подходит к концу. И если тебе там через 2-3 недели откажут, то ты в этот момент должен находиться вне статуса. Потому что если ты находишься вне статуса, ты не можешь в суд подавать. И оспаривать свой отказ. Поэтому люди специально дожидаются этого момента. Так, раз туда, в нелегалку как бы. Ну, в данном случае это еще нельзя называть нелегальной иммиграцией. Но, во всяком случае, это уже человек свою визу пересидел. Срок своей визы пересидел, и он специально это делал. Так вот, получается такая история, что готовится наезд вот на этих. Вот на них готовится наезд. Об этом много всякой информации. Сейчас пишут какие-то репорты. Тут государство наше публикует и так далее. Но, тем не менее, вот такая история. Вот такая история. И я вам обещаю, что когда что-то такое прояснится, и будет более подробно что-то, мы обязательно рассмотрим. Я сейчас просто это рассказываю не как руководство к действию. Вот прямо сегодня нужно что-то с этим делать. Нет. Я просто это показываю как вектор, указывающий на направление, в котором движется страна, в котором движется власть, в котором движется наша иммиграционная система и так далее. Вектор этот называется зажимать, не пущать. Не пущать. И вот очень много других вещей всяких происходит. Мы сейчас этого не трогаем. Но, в общем, вот вектор вот такой. Так что будут подробности, расскажу больше. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!